книга про теории геннадия фаста в бога богатеете проповеди 2020 год зависть наущение малодушия перед нашим взором крест а на крест вознесен господь наш иисус христос что же привело иисуса христа на крест на крест его привели три распространенные незамысловатые вещи первая из них зависть в утро страшной пятницы римскому прокуратору иудейской провинции понтию пилату привели подсудимого которого иудейский синедрион приговорил к смерти а теперь требовалось его утверждение этот мудрый правитель уже много раз видевшие перед собой подсудимых уже много раз общавшийся с обвинителями подсудимых видел что настоящей вины в обвиняемом нет отчасти лжесвидетельства отчасти вымыслы и даже какой-то откровенный бред типа того что подсудимый решил разрушить храм и за три дня его восстановить сейчас бы привели к суде в абакане человека который якобы сказал что хотел дом правительства разрушить и за три дня восстановить но бред же понти пилот это понимал и он видел что обвиняемого отдали по зависти зависть синедриона привела иисуса христа на крест казалось бы а чему они завидовали то были члены синедриона их было 72 человека довольно большое сообщество очень уважаемых мужей это были первосвященники это были священники это были законники мы вы сегодня их назвали юристами это были раввины учителя мы бы сегодня назвали профессорами и педагогами это были старейшины народные мы бы их назвали чиновниками сотрудниками администрации в конце концов это были представители имевшихся в то время партии как и в наше время есть партии их лидеры так и в то время было это была партия фарисеев которые раздражала легкомысленное и не строгое отношение к закону они отделились от всех чтобы строго соблюдать закон это была партия саддукеев аристократии того времени либералов людей умных и ученых которые не хотели все понимать буквально они были людьми религиозными из их среды были тогдашние первосвященники они библейские представитель представления понимали скорее как некую мифологию как некие образы не веришь на самом деле что кто-то там воскреснет что есть какие-то ангелы нет это все только образы то были ученые люди того времени не чуждые религии по-своему ее понимающие были патриоты отечества зелоты праворадикалы и наоборот их противоположное крыло и ради они которые держались не по совести конечно просто по житейской надобности и выгоде стороны оккупантской власти в общем в синдреоне была представлена разнообразная палитра как видите вовсе не однородная какая-то группа людей и что их всех объединяла желание чтобы иисус из назарета оказался на кресте почему зависть что за зависть претендовал ли иисус на лидерство в партии фарисеев претендовал ли он на первосвященство претендовал ли он на то чтобы быть старейшиной ведущим законником нет он ни на что не претендовал и ни для кого из них не представлял собой какую-то опасность в их карьерной реализации в их доходах конце концов он был для них человеком вроде как совершенно безопасным домахнули бы на него рукой ладно себе там ничего же такого злодейского не делает нет достало их до глубины души эти взрослые почтенные мужи аж криком кричали что он повинен смерти что кричала в них зависть какая зависть он же ни на что не претендовал он же вроде как не перешел им дорогу а вот в том то и дело хуже всего что он шел своей дорогой а этого завистливые люди терпеть не могут он шел какой-то своей дорогой и она была ему непонятно он шел каким-то своим путем и он казался им неприемлемым фарисеи видели что его свобода в духе его любовь страждущим как будто бы нарушает от чеканины в их сознании образ формального исполнения заповеди садукеев конце концов раздражало то что они считали бесов благочестивой мифологии а какая тут мифологии если он этих бесов изгонял и они с криком выходили где появлялся иисус там вся эта мифология превращалась в самую настоящую реальность они же не верили ни в какое воскресение мертвых они же люди грамотные неужели они в это будут верить а у иисуса мертвец и даже из гроба выходили нет не вписался он в их формат незаконники не либералы не патриоты зелоты не могли его воспринять как так нам же надо наше иудейское царство а он не торопится его восстанавливать эти вечно подстраивающиеся под сильных мира сего иродиане а он не подстраивается идите скажите и роду этой хитрой лисице что такое как он себя ведет это все вызывало в них не злость а зависть почему зависть потому что где-то в глубине души каждый из них хотел быть таким же каким был господь наш иисус и фарисеи хотели быть добрыми и садукеи хотели верить по-настоящему и иродиане стыдились того что они были такими подлизами у оккупантов и зелоты понимали что не их народ какой-то особый народ особый бог то есть где-то в глубине души они хотели быть такими как он но они не могли они выстроили себе свою систему мироощущения мировосприятия а он пальцем их не касаясь самим фактом своего существования все это разрушает и вот это вызывало в них зависть они видели что народ идет за ним не за их системами достаточно благочестивыми разумными которые они выстроили а за ним и это их сильно задевало кто-нибудь скажет я не убийца я не вор я не бандит я не прелюбодей как тот фарисей все это произнес а зависть ну ладно есть такое бывает завидки берут дорогие если у нас хотя бы немножко есть зависти однажды она приведет того кому завидуем на крест однажды мы будем кричать орать распни его и будем требовать этого мы забудем свою воспитанность забудем свое положение забудем все будем как дикие мальчишки из подворот не орать раз мне его зависть приводит того кому мы завидуем на крест в этом трудно признаваться так вот для того и великий пост а кто сказал что он легкий давайте вспомним никому не позавидовали а давайте вспомним где оказался тот которого мы завидовали или по крайней мере куда мы хотели его определить чтобы он там оказался зависть ведет на крест а что мы сделали одному из своих близких то мы сделали ему что еще привело иисуса на крест когда понтий пилат на судейском месте сел на судейское кресло чтобы совершить суд он понимал что эти члены синедриона по зависти сдали ему иисуса из назарета ничего другого за всеми их аргументами на самом деле не стояло он решил немножко схитрить дело в том что был такой пасхальной обычай пасхальный в смысле той иудейской ветхозаветной пасхи у иудеев это был главный годовой праздник объявлялась амнистия одному из осужденных у пилата в это время было несколько разбойников тюрьме некий ворово с еще двумя и там же иисус это арестантская подземелье по сегодняшний день сохранилась где они в ту ночь все и были назаренин эти трое бандитов и особо мерзким отвратительным был ворово не случайно именно его выбирает понтия пилат и говорит кого хотите чтобы я вам на праздник как положено вы же не откажетесь от своего права отпустил вот этого иисуса из назарета царя вашего пилат опять немножечко ерничает мальчишествует потому что иисуса обвинили что он самозванец царя из себя строит или ворово специально взял самого противного из тех троих разбойников не выберет же народ маньяка если в наше время на праздник будет амнистия одному заключенному мы разве выберем маньяк маньяка будем требовать отдай на маньяка на свободу но не совсем же мы все потеряли в разуме и совести так и тот народ был не хуже нас который тогда в ту пятницу был там на площади понтий пилат решил на этом сыграть не выберут они ворову а то что там еще некоторые вузах сидят народ то не очень то и знает откуда им знать кто там еще сидит в каземате и так царя вашего или этого однако будучи возбуждены старейшинами и первосвященниками как сказано это в русском переводе а в славянском слово наущины люди закричали ворову отдай нам пила даже растерялся а что я сделаю с вашим царем те не глупые нет у нас царя кроме кесаря то есть римского императора так кого вам отдавать ворову отдай нам в результате после приговора синедриона то же самое требует теперь уже вторая инстанция демократическая требование большинства народа иисус распят демократично распни его распни его что здесь имело место наущение они были наущены чем отличается наущение вот научение научение это образование хорошее дело когда человеку чему-то учат если конечно хорошим учат а что такое наущение наущение это от слова на ухо знаете когда на ухо шепчут вот что такое наущение славянском наустили наущили то есть нашептывали на ухо на усть его не а тут есть специалисты согласитесь никому никогда на ухо не шептали тот кому шепчут на ухо ты посмотри только на него смотрит а и правда и начинается процесс так вот те старейшины наущили народ внушили им этого надо распять он мерзкий он негодяй он нехороший от него надо избавиться как часто уже нам шептали на ухо да ты не верь ему он хороший нет он нехороший мы робко как должен не вот те ядовито но 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 не надо знаем мы и человек который нам делал добро вдруг в наших глазах становится злодеем ведь господ иисус этих людей учил он этих людей исцелял он этих людей любил он не был для них неизвестной личностью и вот старейшины наустили народ нашептывали в уши и достигли успех если уж совсем по современному это называется пиар пиар это и есть вкладывание в уши то что кому-то надо это может не иметь никакого отношения к истине это имеет отношение к неким поставленным задачам все можно про пиарить и злодеи сделаются героями и герои можно сделать злодеем этому сейчас учат даже университетах специальность есть такая учит как это все проделывается вот это страшный грех если мы поддаемся наущению то раньше или позже мы распнем христа скажете уж не христа христос сказал что сделаете одному из малых сих то мне сделали а теперь давайте тоже вспомним ой ну батюшка давайте что-нибудь другое вспомним что-нибудь поприятней а кто сказал что великий пост приятный давайте вспомним не наущали ли мы других и не позволяли ли свои уши принимать этот негатив это отрицательное когда-то мы думали о человеке хорошо а сегодня мы уже точно знаем что он злодей ну уж по крайней мере негодный а что с ним сделать да убрать куда подальше а то и распять вот что привело иисуса на крест иногда наущает индивидуально одного человека а иногда это можно сделать даже на миллионы людей мы же помним как еще в недавнем прошлом у нас миллионы людей клеймили позором предателей тех кто теперь украшение слава нашей нации и подписывались ведь коллективные заявления надо было только наустите на это народ возбудить его вложить ему все это в уши да и сегодня такое никуда не исчезла возможностей стало больше так что это не просто так развесили уши знаете такое выражение так вот дорогие не развешивайте уши а то туда нашепчут а вы потребуете распятия пусть человека малого а малого значит христа что сделали кому-то то сделали христу понти пилат не ожидал такого разворота дел толпа требует вараву иисуса назаренина требуют распять что делать он по-прежнему по мальчишески хитрит он пытается все-таки выйти из положения царя ли вашего распну я-то римлянин меня сюда прислали я от вас уеду а вам тут жить вам нужен ваш царь представительные службы всегда не очень долго длятся он знал как они тяготились римским владычеством он знал как они не любили римского императора он знал что спроси их по честному по-настоящему да чтобы сегодня он помер еще бы по грубее выразились он же это знал и вдруг они кричат у нас нет иного царя кроме кесаря откуда это все взялось мы знаем теперь откуда от наущения это у них а у него а он теперь соображает дело принимает серьезные обороты если они вот так легко сдают своих то уж его-то римлянина чужака они с потрохами сдадут не задумываясь нет у нас царя кроме кесаря а кесарь это прямой начальник пилата ему-то он и должен писать отчет и тут он понимает что дело серьезное совсем не так уж сложно послать гонца в рим дороги были хорошие в империи и у императора будет кляуза теперь уже на него что он по должности обязанности блюсти власть кесаря в иудеи вдруг кого-то какого-то самозванца какого-то политического смутьяна отпускает на свободу уж давай кесарь разберись со своим пилатом он на тебя служит или он тебе вредит и понимает пилат что как минимум полетит он с должности а как максимум у римлян закон был строгий полетит и его голова и что и вот здесь у этого мудрого сильного человека вдруг а точнее не вдруг это конечно была заскороузлая давняя болезнь сработала что мало души и мало души и что нам не позволят она нам не позволяет если это для нас не выгодно если это нам опасно если за это придется поплатиться чем-то дорогим и значимым не позволяет остаться с правдой казалось бы не самый большой грех не убийца не разбойник не вор не прелюбодей просто малодушный и правда не все же герои но есть у меня немножко от этого мало души и вот ту пятницу мало души а пилата привело к тому что он подписал смертный приговор это сделать мог только он как представитель римской власти в иудее и он это сделал дорогие малодушие страшное дело казалось бы да что тут такого если мы малодушны то не сегодня так завтра а не завтра так послезавтра при критических обстоятельствах обязательно сдадим того о ком знаем что он ни в чем не виноват мы сдадим того кому мы вообще-то симпатизировали но мы его сдадим мы будем потом говорить да я не хотел же это сделать своей совести мы без конца это будем говорить ночью будем лежать на кровати сон будет бежать мы будем ворочаться будем постоянно сами себя приводить аргумент и почему мы это сделали только совести от этого легче не будет ночью мы будем лежать на кровати сон будет бежать мы будем ворочаться будем постоянно сами себе приводить аргументы почему мы это сделали только совести от этого легче не будет малодушие пилата привело иисуса христа на смерть вот три казалось бы не самые страшные вещи зависть наущение и малодушие а иисус на кресте и сейчас великий пост давайте беспристрастно посмотрим вглубь своей души и своего сердца нет ли в нас завистливого завистливости податливости наущению и малодушию не будем считать ой да у меня большие есть грехи что тут уж это оно подождет вы знаете большие грехи иногда меньше вред приносят и вот эти вещи могут иметь тяжелые последствия мы можем мы можем оказаться среди тех кто будет кричать из зависти повинен смерти мы можем мы можем мы можем помыть Все-таки смертный приговор подпишет свидетельство о Христе перед людьми. Аминь.